Вместо соединения и привычных гудков сообщение не зарегистрирован в сети. Попытки дозвониться с других украинских операторов тоже безрезультатны. Утро в Севастополе началось тысячами звонков в никуда. Продолжилось у точек мобильных операторов. Некоторые конец связи и вовсе воспринимают как конец света. Мне сейчас люди звонят по квартире. Ко мне едут с Ямала, едут люди. Я их должна встретить. Они должны позвонить на телефон, а как я их встречу? Все. И такие истории не редкость. О том, что карта покрытия украинского оператора вскоре останется без Крыма, министр информации и связи полуострова предупреждал еще неделю назад. Накануне в республике официально начал работать российский оператор мобильной связи Кателеком, который теперь предоставляет услуги на частотах компаний МТС Украина. Правда, представители Севастопольского департамента связи уверяют, обновлять телефонную книгу в попытках поменять старые номера на новые не придется. Вскоре украинские сим-карты вновь будут активны. МТС Украины ни в коем случае не надо выбрасывать. Если появится роуминг сегодня, завтра, послезавтра, люди смогут воспользоваться этими сим-картами. Если он по какой-то причине все-таки, к сожалению, большому не появится, значит, будет возможность передать эти сим-карты на Украину, у кого есть родственники, друзья, знакомые. При этом два других украинских сотовых оператора «Киевстар» и «Лайф» пока остаются работать в Крыму по прежним тарифам. И «Киевстар», и «Лайф» продолжают работать. Никаких препятствий, препонов, я вам честно говорю, не планируется и не предвидится. А в это время у центров мобильной связи с раннего утра выстроились очереди. В качестве альтернативы сотрудники предлагают покупателям пока единственный тарифный пакет «Супер МТС» из Краснодарского края стоимостью 50 рублей. Чтобы его приобрести, нужен паспорт и его ксерокопия. После того, как карта окажется в телефоне, в настройках нужно будет выполнить поиск и выбрать сеть в зависимости от модели телефона. Это позволит выйти из международного роуминга. Александра Толкачева, Виктор Кислицин. Программа «Наше время». Программа «Наше время».